Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас сегодня на нашем видео. Сегодня понедельник, поэтому традиционно поговорим о том, как закрылась неделя предыдущая, посмотрим, что нас ждет на неделе предстоящей. Также я расскажу о своих сделках, о том, что планирую и что открылось в прошлой неделе. Итак, перед началом напомню, что если вам нравится данное видео, не забывайте ставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну а сейчас в умах практически всех инвесторов существует мысль о, во-первых, второй волне снижения по ключевым индексам, то есть в целом по фондовому рынку, ну и, безусловно, вторая волна коронавируса. Давно мы с вами не смотрели карту именно распространения, мы к ней обращались в предыдущие несколько месяцев, но вопрос стал уже несколько приевшимся, да, мы очень много его обсуждали и фактически никакой новой информации достаточно долгое период времени мы не получали. Но сейчас, если мы с вами взглянем вновь на ту карту, которую мы смотрели, мы видим уже более, ну почти 8 миллионов подтвержденных случаев заражения. И что, наверное, на текущий момент имеет большее значение, это ряд стран стали отказываться от карантинных мер. Кто-то начал в мае, да, кто-то продолжает сейчас в июне, но тем не менее сейчас мы видим продолжение распространения коронавируса. Безусловно, страны, которые вошли в тройку лидеров по распространению, это Бразилия и Россия, конечно, прибавили к этому статистики, но тем не менее сейчас и возникает ситуация, при которой уже в тех штатах, например, в США, где были сняты карантинные меры, вновь увеличивается количество случаев. Мы с вами можем посмотреть на публикацию, которая была на сайте Reuters. И здесь мы видим то, что такие на Аляске, Аризоне, Арканзас, Калифорния, Флорида, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, все они, все эти штаты дали информацию о том, что количество новых зараженных случаев увеличивается. И в целом, если мы с вами также посмотрим по США, мы видим то, что пока мы не превысили, да, понятно, что пиковые значения, которые были в апреле, но тем не менее здесь мы видим, что нисходящий тренд, ну, как раз для любителей технического анализа, он несколько притормозился. И фактически, если мы уйдем за рамки 25 тысяч случаев заражения в сутки, то, вероятно, это сопротивление может быть пробито, ну и, собственно, еще одну волну движения здесь мы можем увидеть. Также накануне вечером власти Пекина обязали все столичные компании и бизнесы оставить работников в 14-дневный карантин после того, как в городе произошла новая вспышка коронавируса. Эпицентром стал крупнейший в Пекине оптовый рынок. У десятков сотрудников подтвержден диагноз. Представитель городской мэрии сказал, что для Пекина наступил чрезвычайный период. До новой вспышки в городе уже несколько недель не фиксировали новых случаев заражения. Ну вот, собственно, подобная картина может сложиться и в других странах. И, безусловно, на этом фоне многие как раз из участников, ну, скажем так, во-первых, то снижение, которое мы видим по фондовому рынку, оно, безусловно, связано с тем, что да, мы слишком быстро росли, ну, с одной стороны, да, и уже при малейших признаках возобновления какой-то паники, распространения коронавируса, большинство, по всей видимости, ну, тем более, что сейчас мы уже видим это по факту, стали просто выходить из акций, выходить из фондового рынка. И, фактически, S&P 500 сейчас продолжает падение от максимума примерно на 8%, и сегодня с утра также фьючерс по S&P 500 находится в красной зоне. Индекс NASDAQ также снижается. В пятницу у нас был зафиксирован локальный недельный таймфрейм, сейчас я переключусь на дневной. В пятницу также прошла под знаком падения, но, фактически, вся неделя закрылась под знаком минус для фондового рынка. NASDAQ также падает на порядка 2%, около 2% сегодня с утра. Ну, и ключевые, в принципе, индексы, сейчас мы тоже будем говорить об индексах, они уходят в падение. Фактически, то, о чем мы говорили на прошлой неделе, то, что вероятность коррекции намечается, да, назревает, ну, вот, собственно, сейчас мы это на рынке и видим. Теперь давайте пройдемся по инструментам и разберем, что у нас происходит. Ну, и посмотрим, давайте перед началом как раз инструментов, посмотрим календарь, что нас ждет на этой неделе. В календаре я ставлю текущую неделю, соответственно, приоритет выбираю высокий. И мы с вами видим то, что, ну, понедельник здесь практически никаких событий нет, да, то есть пустой календарь из значимых событий, скорее всего, если мы уменьшим значимость, то они здесь появятся. Вторник, значит, пресс-конференция Банка Японии будет выходить. Здесь также по Великобритании выйдет изменение числа заявок на пособие по безработице. Здесь ожидается прирост заявок. Розничные продажи выйдут по США. Здесь мы ожидаем снижение минус 33%. Также будет заявление Паула. Это пройдет во вторник. Среда разрешения на строительство. Здесь мы видим небольшой рост. Изменение запасов сырой нефти. Здесь мы также видим снижение по сравнению с предыдущим. И также будет еще одно выступление Паула. Но, видимо, Паула будет на этой неделе говорить очень много. Но и в зависимости от того, что он будет говорить, рынки опять может начать лихорадить. В четверг из ключевых вещей это ВВП по Новой Зеландии. Также изменение занятости населения по Австралии. Здесь также ожидается прирост. И пресс-конференция Банка Норвегии. Решение Банка Англии по процентной ставке. Норвегия нам, наверное, не столь интересно. Просто увидел решение Банка и зачитал данную новость тоже. Ну и пятница. Пятница здесь выйдет пакет данных именно по продажам. Здесь мы видим в Австралии прирост. То есть ожидается прирост продаж. Розничные продажи в Великобритании. Здесь ожидается падение на минус 135%. Розничные продажи также выйдут в Канаде. Здесь ожидается прирост. Ну и вновь в пятницу выступит Паула. То есть получается, что три раза на этой неделе он нам будет о чем-то рассказывать. Ну и, собственно, говорить о том, что происходит в мире. И, в первую очередь, в экономике США. Ну и что США планирует с этим делать. Ну, соответственно, в лице Паула. Итак, давайте начнем с ключевых инструментов. Поговорим мы с евро-доллара. Здесь у нас продолжаются нисходящие движения. То есть то, что мы предполагали на прошлой неделе. Сегодня цена пока не обновила локальный минимум. Соответственно, если это произойдет, это будет дополнительное подтверждение начала нисходящего движения. Лично я для себя сейчас уже в контртрендовую историю входить не буду. Здесь по евро-доллару буду искать возможности как раз купить уже после данной коррекции. Конечно, безусловно, было бы интересно купить где-то в области 1.07. Но не факт, безусловно, что мы туда сможем опуститься. Поэтому в зависимости от того, где будут сформированы вот эти ценовые остановки, я буду искать возможности купить. Такая же стратегия по британской валюте. Мы чуть больше просели. Собственно, сейчас британская валюта также находится в нисходящем тренде. Сегодня обновили локальный минимум, поэтому пока здесь нисходящее движение продолжается. Если сопоставлять как раз дневной и часовой таймфрейм, здесь я тоже для себя буду искать возможности купить. Возможно, это где-то на 1.23 было бы интересно сделать, а 1.22. То есть, ну, понятно, что если купить, то чем ниже, тем, соответственно, лучше. Пока признаков на покупку здесь нет, поэтому просто смотрим, где это падение остановится. По паре американский доллар и канадский доллар здесь продолжаются восходящие движения. То есть, то, что мы предполагали как раз с прошлой недели, обновили локальный максимум. То есть, здесь подтверждается также сохранение пока восходящей формации. Здесь, с точки зрения основного тренда, который у нас есть, это тренд нисходящий. Но вот как раз к нему присоединиться где-то в области 1.38 было бы интересно. То есть, после завершения данного восходящего движения. Но пока здесь рост у нас сохраняется. Сделка, которая у меня открылась сегодня, оставил я ее как раз в отложенную ордер в пятницу. Это пара американский доллар и японская иена. Здесь мы как раз подошли к области поддержки на 106-105. Здесь я предполагал, что если начнется как раз восходящее движение, то было бы интересно как раз данную пару прикупить. Что, собственно, я и сделал по отложенному ордеру. Мы в пятницу смогли закрепиться как раз выше максимума в четверга. Затем я поставил отложенный ордер на коррекцию. Вот сегодня данный ордер у меня сработал. Стоплост у меня пока остается за минимальным значением четверга и пятница. Цель по движению я поставил на 109.68. То есть, цель такая среднесрочная. То есть, несколько дней, то и неделя может потребоваться, чтобы парить сюда дойти. Но, тем не менее, пока с точки зрения текущего тренда она выглядит довольно-таки интересной. Соответственно, здесь я ожидаю для сохранения данной формации, данного движения. Это обновление локального максимума. То есть, в этом случае я получу как раз для себя дополнительное подтверждение. И получу возможность уже скорректировать стоплост по ходу данного движения. То есть, здесь пока никаких действий не предпринимаю. То есть, тут жду как раз движения вверх. По паре австралийский доллар, американский доллар. Здесь также сохраняется нисходящее коррекционное движение. Ищем возможность купить ниже. В моменте как раз завершения данного нисходящего импульса. Поэтому, сегодня тоже мы уже обновили локальный минимум. Буквально последние несколько часов торговли. К моменту записи данного видео. И, соответственно, здесь также я буду для себя ожидать завершения данного нисходящего движения. И буду искать возможности как раз купить. По новозеландцу тоже мы продолжаем снижаться. Тоже здесь коррекция сохраняется. Обновили локальный минимум. То есть, с точки зрения часового таймфрейма. Это уже на все подтверждения на сохранение пока нисходящей формации. Но, собственно, пока она сохраняется, здесь покупать мы, безусловно, не можем. А золото делает попытки скорректироваться. Уже, видимо, золото не выглядит настолько интересно, как в конце прошлой недели. А сегодня мы торгуемся уже ниже минимальной значения четверга и пятницы. Вполне вероятно, что по золоту начнется коррекция. И все вновь начнут перетекать в американский доллар. Если золото падает, то есть хотят его купить, скорее всего, чуть ниже, по 1600-1650, фондовые индексы падают. Ну, в целом фондовый рынок падает. И, скорее всего, это приведет к перетеканию денег как раз непосредственно в американский доллар. Ну, собственно, моя пара по паре американский доллар и японская иена как раз выглядит в этом случае интересно. Индексы, новый локальный минимум, то есть сейчас уже по фьючерсам на индексы мы с вами видим новую волну снижения. То есть мы фактически уже подходим к минимальным значениям, которые были в начале июня. DAX падает на порядка, ну, почти 10%, начиная от локальных максимумов. Соответственно, с точки зрения часового таймфрейма здесь тоже пока нет возможности присоединиться на покупку. Так как у нас сохраняется нисходящее движение, будем искать возможности купить на продолжение уже непосредственно роста. Ну, скорее всего, когда, если выйдут позитивные данные по успешным испытаниям вакцины, да, или будет какой-то другой позитив, связанный с коронавирусом, например, снижение числа зараженных и то, что уже смогли, да, обуздать, даже несмотря на то, что открыли страны, открыли города. Но пока вот этого позитива мы не видим и, собственно, инвесторы тоже вызывают в этом случае опасения. S&P 500 также продолжает снижаться от локальных максимумов порядка 9%. Сейчас мы тоже фьючерсы S&P 500 продолжают падать. Собственно, здесь мы ищем также возможности купить после как раз вот данного снижения. Тем более, что волна восходящего движения была довольно-таки активна, практически без откатов, практически без коррекции. Но вот сейчас как раз коррекция может дать возможность неплохо закупиться, как непосредственно с точки зрения трейдинговых идей, да, вот именно покупка спекулятивная по индексу S&P 500 так и спекулятивные, ну, точнее, так и инвестиционные покупки непосредственно с акциями в портфель, то есть которые уже можно будет добавлять по более оптимальной цене, так как, в принципе, сейчас все корректируется. Ну и, как я уже сказал, то есть по S&P 500 я буду искать возможности купить после того, как вот данное нисходящее движение будет завершаться. Нефть продолжает снижаться по нефтемарке Brent, по CFD контракту мы видим новый минимум, то есть пока еще не обновили минимальное значение пятницы, но сейчас торгуемся примерно по 37.20. Соответственно, здесь пока сохраняется вот данный нисходящий тренд, данное нисходящее движение. Ну и по фьючерсу на WTI, здесь тоже мы видим, вот здесь мы уже видим новый локальный минимум, тут мы минимальное значение обновили, сейчас торгуемся по 34.76. Соответственно, здесь также пока сохраняется движение нисходящее, то есть, опять же, возможно, вот тот рост по нефти, который был, он был слишком активен, тем более он рост, ну, в целом на ожидании, то есть, безусловно, спрос не восстановился точно так же, как он был до коронавируса, но мы фактически вернулись плюс-минус к тем же ценам, которые были в марте, да, но, тем не менее, спрос пока не восстановился, вот здесь как раз на этом фоне волну, еще одну волну снижения мы вполне вероятно можем увидеть. Ну, вот таким образом у нас начинается текущая неделя, поэтому будем дальше смотреть, как ситуация будет развиваться, не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, вопросы оставляйте в комментариях, но мы с вами увидимся в среду и, собственно, посмотрим, с чем у нас продолжается текущая торговая неделя. Всем желаю хорошего дня, хорошей недели, всем спасибо за внимание и до свидания.